В пункте полиции «Металлург» участковый Александр Перцев собрал активистов своего микрорайона. Тема разговора – профилактика мошенничества по телефону. В основном звонят пенсионерам, представляются полицейскими, сотрудниками следственного комитета, банков. Рассказывают, что кто-то из родственников попал в беду и предлагают перевести электронные деньги на определенные банковские счета. Полицейский разъяснил, как нужно действовать в таких ситуациях, а попросил рассказать об этом соседям, близким и друзьям. По таким вопросам лучше никаких переговоров не вести. Если возникают вопросы, можно вызов сбросить и позвонить напрямую в банк, который обслушивает вашу кредитную карту. Естественно, надо обращаться по таким вопросам, чтобы фиксировать номера телефонов, с которых вступали вызовы, для дальнейших мероприятий. Профилактика преступлений на участке – дело непростое, отмечает Александр. Поэтому участковые нередко просят помочь старших по домам и активистов микрорайона. Самарсия приходит с разными вопросами и проблемами. Как правило, участковые реагируют незамедлительно. К примеру, Клавдия Петрова пришла с просьбой провести беседу с младшим сыном. Молодой человек злоупотребляет алкоголем и в состоянии опьянения грозит расправиться с матерью. Женщина уже готова поменять место жительства, но переезжать некуда. При очередном скандале, который произошел совсем недавно, думала сбежать из дома. Я сплю вот так. Вот сейчас хорошо, погода на улице стала другая. В стеганых штанах, в кроссовках и на кроссовках эти бахилы. Я не могу больше. Профилактических бесед с дебоширом оказалось мало. Участковый пошел на крайние меры. В последнее время при общении данный человек, ну, невозможно с ним общаться, он неадекватное общение с ним. Напишем письмо в психо-неурологический диспансер, будем совместно с врачом принимать меры медицинского характера, потому что профилактические беседы уже не помогают. После того, как участковый наводит порядок в одной семье, сразу же выезжает по другим проблемным адресам. На пяти участках порядка 70 многоквартирных домов и около 15 тысяч жителей. Внимание нужно уделить каждому и желательно разрешить спорные вопросы мирным путем. Михаил Гермоленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.